всем здравствуйте дорогие друзья с вами ака марачи на связи я вас всех рад опять приветствовать фишер онлайн в нашей любимой с вами рыбалки кто смотрит кто играет но кто не смотрит и кто не играет ну уж извините те такие вот людишки река про так я не понял а чё ну тут поменялось что ли у нас что-то ничего не поменялось сегодня я вам хочу показать как можно поймать стерлядь на какую сборку снасти ее можно поймать какая нужна для этого наживка очень хорошее место где ее можно половить и все в этом роде вы узнаете в этом видео а сейчас подождите чуть-чуть когда мы прибудем на место вот мы с вами добрались до секретного места где обитает стерлядь показываю где она находится на карте вот где она находится расположение от базы вот здесь думаю все понятно плюс координаты есть разберетесь не маленькие только не обижайтесь на меня что так резко а то я обычно всегда с вами очень нежно и так сборки сборки я как истинный еврей экономлю и ловлю на 8 килограммовые снасти тест 15 грамм ставлю крючок большой специально поставил вес 15 граммов чтобы укладываться то есть видите у нас тест 30 грамм 28 чтобы мы могли нормально забрасывать леска 5 килограмм поводок на 640 поставил понятно короче сюда я думаю все поняли катушка на 4 килограмма все вообще по бюджету ребята конечно если клюнет трофейный трофейная стерлядь это это писец будет отвечаем мы ее не вытянем с вами берем задание никогда не забываем за заданием густера густера леща берем обязательно потому что лещ клюнет стопудово здесь на наживка мясо без зубки у меня их 45 штук закидываем вот вот примерно вот на вот эту корягу смотрим и кидаем есть контакт все ставим и так закидываем все три наших удилища я что-то не понимаю знаете чё нету звука секунд саряма ребята забыл врубить звук но бывает добывает закидываем туда а вот теперь есть звук как будто мира жил сразу знаете вот узнать как живут глухонемые люди это просто не дай бог вот правда это это жесть не дай бог ладно не будем о грустном все закинули единственный минус стерляди это то что она очень редко клюет очень редко но рыба клюет крупная единственное что могу посоветовать если вы не такой еврей как я и у вас есть лишние деньги у меня кстати есть лишние деньги как вы можете наблюдать вы можете себе позволить купить снасти получше трофей стерляди по моему 8 килограмм или 9 килограмм но но как вы понимаете так вот это какая-то мелочь клюнула я думаю это лещ хотя я наверное все-таки лещ это поэтому можете купить себе если не дай бог клюнет трофей что потом не кусать локти что ай-ай-ай трофей ушел и деньги ушли и время ушло то есть все ушло вот такой вот мой совет но так как у меня в принципе цель показать я на стерляди не сижу я думаю уйти ловить угря и вообще уйти ловить форель я тут половил на реке при я понял что здесь в принципе не сильно ну офигенная река единственно только можно вот видите лещик все-таки вот взял я же говорил лещ по-любому возьмет единственное здесь можно неплохо подняться по опыту ночью половить судака на спиннинг но сом тоже покоя не дает вот правда сом это здесь вот ночью на спиннинг это болезнь но выполнять ежедневные задания приходить получать денежку за набранные килограммы плюс половить ту же густеру которая очень легко ловится это можно запросто для этого вообще всем советую ну а также по формить опыт могу показать как потом в другом видео формить судака ночью как ловить и формить опыта 10 судаков где-то 900 грамм судачок это две с полной тысячи опыта за ночь 10 штук можно поймать спокойно даже можно и больше поймать смотря как повезет а тем временем мы с вами вот на изи выполняем задание как видите ежедневная так но это уже покрупнее лещик нам попался все забрали дали нам опыта великолепно просто чудесно даже я бы сказал теперь мы дожидаемся стерляди но не забывайте что на эти снасти может клюнуть и сом и естественно надо быть очень аккуратным сами клюют кстати на вот эти спиннинги я вытаскивал сама на восемь девятьсот представляете себе 8 кг спинки вытащил на восемь девятьсот при том при всем что катушка на четыре килограмма рассчитана вот вы только задумайтесь это просто астрономическая какая-то вот я даже не знаю вот теория или как возможность вот так вот вытащить рыбу в р р очки вы так никогда бы в жизни не вытащили вот правда так но это непонятно это наверное тоже хотя нет это вот это вот возможно осетр клюнул да это скорее всего наверное клюнул осетр вот так вот бьет это осетр здесь вот при ловле на таких бюджетных снастях я вам очень сильно рекомендую сделать фрикцион сейчас я вам покажу у меня двадцать стоит ну да где то вот так вот примерно делать и когда вы тянете вверх то есть на вываживание эту рыбу я тяну на шифте но это тоже знаете надо чувствовать если рыба вдруг очень сильно бьет надо успеть отпустить пкм q и успеть отпустить shift иначе она сломает спиннинг но это надо смотреть как когда она бьет то есть вообще когда подсекаете если уж прям вообще в красную зону уходит или фрикцион очень быстро срабатывает то это плохо и естественно нужно смотреть за всем этим если не дай бог прозеваете спиннинг у вас сломается и ваш трофей уйдет а это печально да это осетр смотрите какой красавчик ма маленький конечно маловат еще пока маловат но тоже хороший тихо 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 вот так аккуратненько подтаскиваем все можно на этих снастях и даже его ловить можно глядите какой красивый ой осетр стерлядь стерлядь ну прям вообще классная рыба мне прям очень сильно нравится стерлядь давайте сделаем скринчик забираем стерлядь она очень хорошо стоит вот ее имеет смысл ловить за денег но все равно я больше предпочитаю форель потому что во первых форель и стоит хорошо и опыта дают неплохо за стерлядь тоже вот видите 128 но это не очень я считаю не очень а тем временем ребятки еще одна стерлядь зашла на 4 600 ну ждал вроде бы недолговато но 4 600 это не прям много может быть и больше но чем больше тем тянуть сложнее есть уже две штучки плюс крупный лещ леща вообще не считаем он ничего не стоит практически а вот стерлядь да стерлядь смотрите ребятки какой маленький осетр ой блин почему его осетром называю ну просто он выглядит как осетр стерлядь малюсенькая на 296 но это хорошо тоже это тоже хорошо я думал почему то что опять клюнул лещ этот противный но клюнула стерлядь любимая моя а вот это походу тоже она еще ребятки небольшая стерлядь подошла ай-яй-яй куда ж она такая хитрая какая бойкой бойкой стерлядь стерлядь бойкая рыбка на киловосемьсот маловато кстати на прошлое я просто на паузу ставил когда я говорил что клевала стерлядь возможно рыба сошла поэтому не могу сказать что там было нежданно-негаданно зашел крупный линь ребят смотрите 2300 я не знаю кстати сколько он стоит опыта за него дали мало но он зашел мне прям интересно его конечно же порежу на рыбьи потроха потому что на рыбьи потроха ловится мясо без зубки и естественно точнее моллюск из которого делается мясо без зубки это наша основная наживка на стерлядь поэтому я конечно же его если он недорого стоит я его порежу лещей я скорее всего тоже порежу даже можно сейчас их порезать они нихрена не стоят даже стерлядь можно порезать но кстати да в этот раз нам по стерляде не очень везет потому что маленькие экземпляры вот хотя бы на четыре с половиной бы попадались бы все было бы неплохо то маловато еще одна ребятка подошла ой ребятка ребятки еще одна подошла забираем на четыре еще третья начала клевать не знаю что там есть минус в этих еще удочках знаете в чем в донках то что тут не успел да все не успел дефицит лески видите леска закончилась на шпуле короче дефицит лески блин и тут тоже закончилось короче вот как только леска заканчивается от наш пули все короче рыба срывается вот это вот минус вот этих вот катушек и вот этих вот начальных снастей то есть надо будет постоянно подматывать потому что на шпуле мало лески вот в этом минус конечно большой поэтому если будете на них ловить сразу вас предупреждаю если у вас вот так вот три удочки клюнет сомневаюсь что вы три успеете вытащить скорее всего нет вот так я думаю на этом будем заканчивать видео потому что уже вечер уже все клевать возможно уже не будет а и клюнуло все-таки что-то ну ладно давайте я вам покажу сколько это стоит штука линь стоит ерунду осетр как можете наблюдать стоит прилично особенно если б он был синий так вообще стоил бы еще больше давайте разделаем линя леща эти рыбы я продавать не буду тем более еще смотрите у у нас крит выпал 7 потрохов вообще отлично все короче немножечко подзаработали монет и вот скоро квестик я добью будет сорокетник всем спасибо кто посмотрел с вами была комарач и подписывайтесь ставите колокольчик чтоб ставьте чтоб не пропускать видео все всем покеда